Конечно, интересный эффект после грибов, да? Что с тобой происходит? Отваливаются твои обычные вещи, которые ты делал. Какие именно отваливаются вещи? Это, допустим, просмотр каких-то новостей, которые становятся для тебя абсолютно неважными. Это становится такой хренью, тебе абсолютно неважно, что там происходит. Ты понимаешь, что это как иллюзия. То, что кто-то создал какой-то образ чего-то, да, и тебе пропихивает. Стоит всего лишь, получается, один раз эго так тормознуть, да, на определенный какой-то этот период. И твоя картинка обычной твоей жизни, она такая нарушается. То есть, у тебя проявляются поблески, как будто, знаешь, иллюзия немножко начинает ломаться. Точно, фильм «Матрица», помните, когда там этот, сидишь, сидит в компьютере в «Матрице» и начинается сбой такой на экране где-то. Здесь тоже такие сбои проявляются. Все, конечно, очень хочется поделиться абсолютно то, что ты увидел, то, что ты почувствовал и так далее. Сразу хочется поделиться. На самом деле, нужно притормозить вот это как бы, да, это просто эмоции. Ты просто не можешь не поделиться, пипец, это поначалу. Потому что, когда у меня случился вот этот трип, да, я сразу, блин, кинулся делиться и всем сразу хочется помочь, рассказать, что вот, что произошло. То есть, смотри, говорит, как на самом деле. Ну, нужно немножко подождать, потерпеть, не надо же никому рассказывать, потому что тебя не поймут, скажут, что ты… Ну, основная масса, конечно, тебе скажет 99,9 процентов, они скажут, что ты дебил. Вот. Как это ты, вот это чмо вонючее, как ты посмел иллюзию разрушать нашу? Еще делиться своей разрушенной… Вернее, разрушением своей иллюзии. Ты хочешь еще, чтобы у нас она разрушилась? То есть, ты что, охранял, что ли? Самое интересное, что… Я хотел, конечно, с сестрой поделиться, да. Она сразу закуклилась, сразу такая, мне это неинтересно, до свидания, пока. Я говорю, ну ладно, бог с ним. Самое, что интересно, я уже как бы не вижу зацепок, да. Да. То есть, ты хочешь поделиться, но тебя это уже как бы не цепляет. То есть, ты делишься как бы на своем… На своем добром как бы намерении, да, поделиться. А не к тому, что тебя кто-то зацепляет, и ты хочешь как бы доложиться, что ли. Ну, что-то такое. Очень тяжело еще выразить словами то, что ни хера не выражается. Мы, получается, берем набор слов своих, пониманий, да, которые, блядь, у нас существуют. И мы пытаемся вот эту вот кучку говна, которая вот у нас сформирована за всю жизнь, да, мы пытаемся ее раскинуть по мере своего понимания. И ты пытаешься вот необъяснимое объяснить своим говнястым пониманием, понимаешь? Я вижу, что на самом деле ни хера не понимаю. Я увидел что-то, увидел, да, и идет распаковка потихонечку. Потихонечку идет распаковочка. И тяжело в некоторые вещи понять, потому что, ну, на самом деле, ты дебил. В лес, в сферы, те, которые тебе не подвластны, те, которые ты их не можешь управлять. И в случае чего, как говорится, они тебя выебут еще, да? Ну, не в буквальном смысле, но они тебе перевернут твою голову. Я бы, конечно, если вот такие вот затыки, да, в этот момент, вот, я точно знаю, что то, чему люди, вот, например, обучают, они, они людей пытаются вывести вот из этой иллюзии, и они начинают, то есть, увидеть свои мысли там и так далее. То есть, надо какие-то вот создавать механизмы, инструменты, немножко наебать мозг, ну, не мозг, ум, да, чтобы он создал глюк, чтобы ты во время этого глюка увидел иллюзорность. То есть, пш-пш, как в фильме «Матрица», да, пш-пш, в телевизоре. Ты раз увидел, блядь, это глюк какой-то был, и начинаешь этот глюк рассматривать. То же самое. А когда вот ты под грибом, например, да, ну, самое интересное, я-то уже все это рассмотрел, поэтому, может быть, легко-то мне все это и зашло. А когда люди были конкретно вот в этой иллюзии, и становится вот этот глюк, их просто разрывает, потому что они видят, что... Я не знаю, что они видят, потому что пиздец сейчас, да? Я вижу, что я вижу. Но у меня уже не такие глюки, как говорится, да, как у людей могут возникнуть. Ну, я не про состояние. А то, что глюки твоего понимания, что происходит вообще в мире. И мухомор он так берет, так приоткрывает щелочку. И ты такую вот щелочку такую видишь. Ёб твою мать. Ёб твою мать, что происходит? То есть, в этот момент ты не знал, что такое остановка ума. И вот я сам вспоминаю, несколько лет назад, да? Борядь, ну как можно... Ты такой, я не думаю, сука, ты все время думаешь, и у тебя все время кипишь в голове, и ты такой пиздишь, что ты не думаешь, ты хуяришь этими, блять, мыслями. Они вот так вот уярят. А тут полная остановка. Вот так вот. И когда вырубается эмо, эго, ты умираешь. Ты понимаешь, что физическая смерть, она уже... Она не страшна. То есть, ну вообще, смерть... Смерть, 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 это просто переход. Это, знаешь, это все равно, что ты заснул и проснулся. Поэтому переход вот этот, это обычная вещь на самом деле. Потому что мы рождаемся, умираем. Грибы показывают, что они делают, что ты делаешь, да? Что, что... Ну, показывают все твои жизни. Их такое неимоверное количество, что... Ты просто охуеваешь. Что твоя вот эта жизнь, это просто... Это просто маленькая, маленькая точечка в твоем, в твоих чередах вот этих жизней, да? Это вообще миг. Знаешь, такой... Вот этот миг. Меньше секунды. Это твоя жизнь. И тебе за вот эту жизнь... Ты как, знаешь, мы как мухи-дрозофилы, блядь. Они разживут сутки. И самое интересное, скорее всего, ощущение жизни у них, как у нас. Вот мы живем, допустим, в районе 100 лет, да? И ощущение жизни у них так же. Но у нас не сутки. У нас еще быстрее. Вот этот миг такой. Но мы ощущаем вот это, как долго. Если ты вообще никак не подготовленный, те же самые грибы для тебя будут просто взрывом. Твоя жизнь просто закончится. Ну, не то, что ты ее потеряешь, а все, что ты думал, все, что ты гадал, все, что ты планировал, оно просто разрушится. Ты, если пробуешь мухомор, ты должен быть готовым к разрушению твоего обычного мира. Потому что ты увидишь, что твоя жена такая тварь. или ты увидишь, что ты тварь. И жить с собой или жить с ней или с ним уже просто невозможно. Твой мир будет разрушен. Но на самом деле это очень хорошо, потому что наша цель вырваться из этого гигантского круга сансара, сука, сансара. Вырваться из этого гигантского круга рождений, да, и перейти на следующий этап. И грибы, они просто тебе просто берут и показывают, что ты говно, что вся твоя жизнь полнейшее дерьмище. И ты эту жизнь осознавая и понимая процессы, ты можешь ее сделать офигенной. Вот в этой жизни ты в этой жизни можешь сделать такой скачок. И я не говорю не только грибы. Грибы просто, когда очень-очень тяжело человеку понять, что такое безмыслие, что такое эго. Ты, сука, нихуя не поймешь. Я мысли увидел еще, допустим, до грибов. Я их физически вижу. То есть для меня они физически мысли. Эго я не вижу. Я вижу эго, это как это как вирус спида, да, которого никто никогда не видел. То есть ну, спид это вообще как бы последствия ВИЧ, да. То есть вируса ВИЧ тоже никто не видел. Они просто каким образом определяют. Есть маркеры понижения иммунитета. Иммунитет, общий иммунитет падает. и они делают вывод, что это ВИЧ. То есть немножко такое наебалово, потому что просто падает твой иммунитет массово, да, как бы глобально. Он не просто падает где-то, он падает на всем твоем организме. и здесь то же самое. Честно говоря, к чему я ввел, вылетел. Нахер. Ну, нахер, значит. Кому надо там видео пересмотреть, посмотрите, что там нес бридянтину и вот вот. Поэтому твоя жизнь меняется, меняется кардинально. Грибы просто это делают очень быстро. И самое интересное, что 90% к этому вернуться больше не хотят. Ну, к эксперименту с грибами, потому что они обосрались. Реально обосрались. Это не мои данные. Данные я эти сделал других людей. и я, конечно, напугался в плане того, что нужны сопроводники. Ну, не проводники, а те, кто последят за тобой. Ситр называется. Кто за тобой просто последит. Немножко в этом плане обосрался, поэтому я делал один, никто за мной не следил, но мне кажется, мой план, ну, как бы не план, а мой опыт, он позитивный. Ну, не то, что позитивного не существует, он просто такой охуенный, я бы сказал. И как людей, например, я, например, по интернету сейчас человек наблюдаю, у него пять вот этих выходов в гриб, ну, с грибами, да, у него он каждый раз хотел себя убить. То есть от мухомора никто никогда не умирал. Мухомор на самом деле безвреден. Умирает человек, понимая, что твоя жизнь полный пиздец, ты ее проебал, ты ее так бросил. И он принимает решение, сука, она должна закончиться, чтобы он, потому что ты увидишь вот этой вот жизни бесконечное бесконечное количество, и он хочет быстрее закончить и в следующую, в следующую жизнь, в следующую, в следующую. Бывают и такие люди, но это редко. И он исправил ситуацию, потому что это программы, гигантское количество программ, которые у тебя внутри зашиты, сформированы, еще что-то, да, и их такое количество, и тебе гриб это показывает, что ты в жопе, видели фильм «Матрица», говорят, ты выход из «Матрицы», но тот мир, вот этот блядский, ублюдский, вот уродливый, были в канализации, сука, да, в канализации, они в говне, в жопе, в дерьме, этот мир показан изнутри, то есть это твой внутренний мир, и вот этот мир, в который ты жопен, он это показывает, и люди видят это, они просто в шоке от этого дерьма, блин, я в основном сейчас рассказываю опыт людей, потому что я как бы готовлюсь к этому, да, ну, я просто собираю информацию, как делал всегда, то есть я подхожу к какому-то вопросу, я начинаю собирать книги, там, еще что-то, очень много информации собираю, и потому что мой опыт положительный, и я просто сейчас транслирую опыт других людей, потому что возникает у меня такая мысль, хочется поделиться, и хочется кому-то помочь, я понимаю, что на самом деле это не так уж просто, ты конечно можешь взять, пойти, насобирать красненьких, пятнистеньких, да, и сам это все попробовать, но все-таки я теперь вижу, что офигенно, когда тебя кто-то просто присмотрит, чтобы ты свое тело не разрушил сам, и чтоб тебя вдруг не увезли, потому что по сути, да, дочь скорую, ну, мне кажется, скорую там бывшая жена вызвала, потому что она сидит в этих страхах, гигантское количество страхов, и я дочери говорю, кто вызвал-то Юлию, она говорит, да, ну, то есть, не вызвала, идея вот эта возникла, да, идея страхов, капец, ну, скоро это еще поможет, что-нибудь это сделает, только вдруг тебя сдать могут, а от гриба надо просто подождать, когда все закончится, и ты восстановишься очень быстро, еще тоже греб лечит, и это все говорят абсолютно, и если ты хочешь что-то об этом узнать, просто посмотри исследования наших ученых, ну, Вишневского, да, и исследования Израиля, они плотно работают по всем грибам и по мухомору в том же случае, да, они лечат депрессию, и эта депрессия не химическая, как этот, как вот, допустим, в Америке, там еще где-то, у нас сейчас тоже начали химическую депрессию лечить, химией, вернее, ну, здесь тоже химия, но на другого порядка, ты просто, ну, они микродозингами лечат, не погружением в полную, как говорится, задницу, да, не вскрывание мозга твоей иллюзии, вот, и тут я тоже услышал, что они эпилепсию лечат полностью, вот, это мухоморы, и он восстанавливает здоровье, то есть, то, чем я пытаюсь сейчас заниматься, да, действительно, жрачка уходит, то есть, ты уже не хочешь жрать, как раньше, потому что, например, ну, это как Вишняцкий описывает, защитная реакция, допустим, да, но, может быть, это и не так, кстати, это он со стороны, как ученый, да, описывает, когда гриб начинает жрать червяк, он же, его в хлам может сожрать, а червяк такой сидит, такой, начинает его хавать, и он такой, раз, задумался о жизни, о бытие, сука, и перестает жрать, а то же самое делает и гриб, ты начинаешь задумываться, о бытие и перестаешь жрать. Жрачка это стресс, жрачка это, ну, все, что ты можешь там придумать, да, там, не устроились, еще что-то, это, это все стресс, и это, ты как бы заедаешь, 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 я жрачку заедал, жрачка, зрачка, да, реально заедал просто, стрессовое свое состояние, если решаешься все-таки попробовать его, да, возьми помощника, тоже, это вопрос очень надо изучать мощным, я, если буду этим заниматься, я за это буду брать дорого, не хочешь, до свидания, то есть, мне будет не интересовать деньги, да, в этом плане, ну, это не буду интересовать, конечно, но, я представляю сейчас, какая работа должна проведена быть в течение суток, то есть, ты должен быть настолько отрешенным и не привязан к человеку, потому что в тот момент, когда ты занимаешься с человеком, то есть, человек находится в трипе и в отходнике от него, то есть, это информация, которую я, как говорится, нарыл от людей, и в момент выхода, тебе такую могут зашить программу, как в фильме «Начало», да, и это я слышал уже много раз, что, когда ты отходишь от наркоза, который газом цепляет, да, когда ты от него отходишь, в этот момент можно тебе зашить любую информацию, любую, абсолютно, и она вот для тебя будет, как червячок, который внутри сидеть, газом можно зашить, а тут при выходе из-под гриба тоже можно зашить что угодно, и в этот момент, то есть, ты должен быть абсолютно честным человеком, чтобы вот этой залупой не заниматься, поэтому, если буду я этим заниматься, да, если там люди будут просить или еще что-то, во-первых, ты должен отдавать отчет, что ты будешь с закрытым ртом сидеть и не будешь распространять свои идеи ебнутые, ты даешь человеку ощутить себя без твоих комментариев, говорят, это вот я вижу, я вижу, что это будет невозможно сделать практически обычному человеку, он, сука, обязательно вмешается и будет, сука, комментировать, успокаивать или еще какую-то хуйню, то есть, откроет свой поганый рот, блин, вот, и будет вякать, то есть, вот эту чистоту надо соблюсти очень важно, ты должен вообще нигде не вякать, единственное, что в самом начале, когда начинается бэт-трип, человека можно направить, направить, чтобы провалиться в трип, мне показалось, что я прям увидел схему, просмотрел, как уйти в трип, бэт-трип, это то есть начало, когда тебе в кольцо, в кольцо мысли кидает, все говорят, это кольцо времени, да, я прям увидел четко, что эта мысль зацикливается, и некоторые просто в этой зацикленности остаются, и она такая невыносимая, что ты хочешь ее прервать, она тяжелая, такая, но она была прикольная мне, я видел эти мысли, они такие, кольцо мыслей, мысль не может продолжиться, жить, и как вот, например, у Анастасиевцев, да, есть такая тема, что, ты должен ускорить свою мысль, это не, блядь, милер, да, мысль ускорить, как дочь у меня, например, в детстве, ты говоришь, быстрее собирайся, я, для нее, быстрее собираться, собираться, это надо было быстрее бегать, и она начинает быстрее бегать, производить бесполезные, на самом деле, для нас движения, да, надо собираться, а она просто бегать быстрее начинает, то есть, быстрее, еще быстрее, еще быстрее, и ты начнешь еще быстрее бегать, то же самое и некоторые вот эти вот сектантские направления, типа Анастасиевские и так далее, там сказано ускорить мысль, блядь, а что такое ускорить мысль, и вот они пытаются ускорить ее, тужатся, тужатся, и ускоряют, Ускоряют ее, вот так вот, а она такая, вылезет сейчас, сейчас вылезет и ускорится, такая, ускоряю, они ее так ускоряют, а я прям увидел, что ускорить мысль, ее, сука, надо еще сильнее раскрутить, 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 зациклить, она пропадает, она прям схлопается, ты умираешь, исчезает эго, вот это ускорить мысль. Ты должен стать ничем, потому что все твое стать, оно сформировано твоим умом, твоим пониманием, что ты вот это вот, вот это вот, в этом мире, что ты вот это вот, вот это вот. А на самом деле Все твое вот это вот Оно должно слопнуться И ты должен увидеть, что Ты не являешься всем этим Если, конечно, до конца дойдет Кто-нибудь и досмотрит это видео Ну, молодцы Молодцы Настоящие мои, как говорится, подписчики Да А, да, ребята Опять рекламку Банк Тинькофф Если вы перейдете По моей ссылке Банк Тинькофф Вам Бесплатно Ну, пожизненно, как бы Оформит карточку Тинькоффскую Или другие услуги Перейдете Вы мне просто реально поможете Можете эту карточку Не использовать Не используйте Вам приедет человек Оформит Поможет ее оформить Все сделает Вам все сделает Вам только расписаться надо И карточка Приложение Тинькофф Оно просто охеренное Мне кажется Сбербанк даже отдыхает Потому что Приложение Тинькофф Оно крутое Ну и оформите карту Ну, пускай Пусть она у вас лежит Ну, вы мне реально поможете В плане Копеечки Какой-то копеечки Там, там Тысячу рублей Там То есть за то, что я Рекламирую вот это Да И кого-то подписываете Подписываю У меня там какая-то Маленькая копеечка Падает Ну В моей бомжовской жизни Да Это Как бы существенно Просто для поддержания Моего как бы баланса Жизненного Я Вот эту программу Деньги Я ее как бы стер Но Осталась Другая тема Что Раньше программа Было зло Да Это где-то В начале двухтысячных Подселили вот эту программу Сам себе Подселили Деньги Зло Раньше У меня Хорошее отношение К деньгам было Потому что Они у меня Всегда водились С детства И я их просто тратил Мне было хорошо Есть Хорошо Есть Много Я их трачу И тратил Для себя Любимого Как говорится Да А потом подселилилось Что вот это Деньги зло Ты должен быть Нищебродом Говном На палочке Потом я увидел Что Деньги Это Это хорошо Ни плохо Ни хорошо Это существует И Оно существует И ты должен этим пользоваться Чем лучше будешь пользоваться Тем хорошее И Но Оказалось Что я Не умею Зарабатывать деньги Я не Тренировался Я не занимался этим Я занимался Осознанностью А В этом мире Я не умею Вот эту Это Это не энергия Это просто Обмен между людьми Тем Что ты умеешь Вот Я не умею это делать Я пытаюсь Я сейчас буду учиться Под старую жопу Как говорится Да Ну Ты учиться можешь Бесконечно Даже Перед смертью Учись Всегда Поэтому Кто Оформит Киньковскую карту Мне просто Очень сильно Поможете Мне это Не много То есть Вам это Будет не стоить Абсолютно ничего А мне упадет Упадет Какие-нибудь 500 рублей А если кто Реально может Помочь Помогите Почему нет Мои реквизиты Есть Тиньков И так далее Ну я в основном Тинькович Сижу Вот И запомните Я сейчас Недавно Такую тему Что Деньги Это Обмен Обмен Всем И я сейчас Вот эту Бомжовскую Вот эту Программу Да Что все Должно быть Бесплатно То есть Я еще и не стер Она Еще существует И я Ее стираю Вот эту Бомжовские Программы Я начинаю Потихонечку Потому что У меня возможности Нету Я начинаю Платить людям Денюжку За информацию Они сделали Они мне Помогли То есть Тот же самый Никоша Да Я столько Переслужил Его Прекрасного Голоса Я просто От него Обалдею Я ему Уже Перечислил Денюжку Потому что У нее Реквизиты Есть А я Как бомж Сука Мне жалко Было Вот эти 100 рублей У меня Ну что Денег То мало Я взял Свою Десятую Часть Потому что Их мало Взял Просто Послал И то же Самое Сделал Володя Епифанцева Потому что Он меня Как бы Изначально Познакомил Как бы С грибами По фильму Generation P Периодически С ним В Телеграме Общаюсь Он Классный И Где есть Возможность Кому-то Просто Что-то Перечислить Я просто Перечисляю Сейчас Стараюсь Потому что В свое время Я даже Практиковал Когда С крышнаистом Общался Десятую Часть На Десятина То есть Я Пускал На благотворительность И я Так делал И я Видел Что Деньги Начинают Появляться Действительно То есть Ты Запускаешь Внутренний Свой процесс Обменом Обмен То есть Твои Твой Вот этот Ресурс Он Не Застаивается Вот Этот Обмен Ты Дело Не В деньгах Дело В Обмене Между Людьми То есть Это Не Деньги Ты Просто Меняешь То Что У тебя Есть С Другими Людьми И Вот Этот Обмен Очень Важен И Он Не Должен Застаиваться Ты Меняешь 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 Не Важно Что Это Информация Еще Что Ну Информацию Просто Мы Взяли Эквивалент Денег И Стали Вот Этим Меняться Так Что Ну Все Давайте У меня Он Заканчивается Уже Время На Телефоне Телефон У меня Дешманский Поэтому Сестре Все Равно Спасибо Потому Что Был Еще Хуже И Не Застаивайтесь Не Застаивай Свою Внутреннее Застой Что Сказал Похер Ну Все Все Продолжение следует...